Приветствую всех на канале Авторская Прикормка и в этом видео, как и обещал, уже давно планировал это видео рассказать вам всю правду и все секреты о том, как легко и просто можно ловить линья в любом водоеме, главное, чтобы там был линь неважно, простой это водоем, либо сложный, если там есть линь и зная информацию, которую я расскажу далее вы всегда будете ловить линья многие, наверное, давно слышали и знают, что линья нужно ловить на обожженные рога и так далее, и тому подобные секреты все это довольно-таки сложно делать особенно городским жителям, да и не только городским значит, в чем основной секрет ловли линья? здесь заранее подготовил то, что чаще всего идет в прикормку на линья это компонент простой, доступный, есть у каждого также хочу затронуть молотые обжаренные семена конопли я думаю, что некоторые из вас знают о том, что слегка пережаренные семена конопли работают лучше, чем просто обжаренная конопля так вот, в этом и есть весь секрет прикормки и запаха по приманиванию линья на точку ловли в составе прикормки обязательно должны быть орехи я по доступности использую грецкий орех это опять-таки же в каждом регионе у кого что более доступное, тот и применяет но грецкий орех хорошо работает на карпа и на линья его также желательно обжаривать и обжаривать практически на грани, когда он начнет гореть то есть угли нам здесь в прикормке на линья совсем не нужны к чему я сейчас все это рассказываю потому что в следующих видео мы уже будем готовить прикормку из всех этих компонентов на линья сегодня видео очень информативное и раскрывает все секреты при ловле линья так вот, касаясь орехов обжариваем их как для себя и потом чуточку передерживаем чтобы они слегка подгорели угли, как я уже говорил, здесь не нужны но прям хорошо так поджаренные они должны быть также и семена подсолнечника я заранее все лето по акциям покупал семечки где были дешевле, иногда на рынке, иногда в магазине так как потом готовлю из них прикормки так вот, семечки тоже нужно обжарить до нормального состояния потом их немного еще продолжить жарить чтобы слегка передержать чтобы процентов 30 из общей массы обжаренных семечек у нас подгорели вот именно подгорелый запах семечек, орехов арахис на линья нельзя использовать на карпа можно, на линья любые орехи, кроме арахиса но с арахисом, кто желает поэкспериментировать можете попробовать и с арахисом сделать это уже вы решаете сами также семена конопли тоже, если мы их будем добавлять чтобы привлекать и не насыщать рыбу их тоже пережариваем но не до угля так как очень легко все это спалить почему я рассказываю потому что если мы сделаем из семечек угли из орехов угли из семян конопли угли прикормки у нас никакой не получится а у нас должна получиться шикарная прикормка это конечно прикормка базовая под фидер но часть из нее можно взять в прикормку на линья прикормка должна у нас получиться красивая лучше чем в магазине, как и всегда и она будет нам ловить линья ведь нет такой прикормки в магазине которая бы гарантировала поимку линья а, зная секреты например, сейчас расскажу вам по-простому что мы можем сделать с этой информацией обжарить хорошенько обжарить, как я уже объяснил семечки обжарить семена конопли можно даже добавить туда еще щепотку льна молотых червей замешать все с малым количеством панировочного сухаря и уже будет вот такая вот прикормка которая соберет линья уже спустя несколько часов на точке это если мы собираемся ловить день в день но лучше такой прикормкой закормить заранее если есть возможность если нет, тогда уже я покажу как сделать уже готовую прикормку с которой мы приходим и четко ловим линья я честно очень удивлен почему столько времени никто не рассказывал эти три самые главные секреты при ловле линья почему линь иногда подходит на обожженные рога потому что линья привлекает именно вот этот жженый подгорелый запах и лучше всего этот запах получать из подгорелых семечек подгорелых орехов и подгорелых семян конопли это то, что нужно для ловли линья был рад поделиться с вами очень полезной информацией до скорых встреч на канале Авторская прикормка вот когда